Привет, дорогие зрители моего канала, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анна. Сегодня очередное видео. Запоздалые пустые баночки, бюджетная косметика за апрель месяц. Немножко накопилось баночек и шампуни, и немножко даже Ariflame есть, что мы использовали. Так что, начнем. Поехали. Первое. Закончился полмолив, вот такой шампунь. Не гель для душа, а именно полмолив. А восстановление шампунь масла органа для поврежденных волос с натуральными инегриентами. Здесь 380 мл. Брала вообще по 99 рублей, но он иногда фикс прайс такой. Шампунь бывает. Он обогащен кератином, избавлением, повреждения волос, ломкости, секущих кончиков и так далее. Сам шампунь по себе понравился, но мне не понравилась сама по себе структура шампуня. Она очень жидкая. Если вот так начинает стекать, мне все время он попадал в глаза. Это единственный шампунь. Вот я разной сколько пользовалась. Именно полмолив. Мне кажется, им лучше все-таки делать гели, чем шампуни. Вот. А шампунь постепенно стекал. Вот. Но после него волосы чистые, блестящие, объем, приятный аромат. Меньше ломкостей, секущейся. Да, есть такой момент. Тоже здесь содержится масло органы. Вот. Так что у кого поврежденные волосы, пересушенный, неправильный уход, рекомендую. Вот. Но аккуратно, вы понимаете, наносить шампунь, потому что он стекает и может попадать в глаза. Вот. Пишите, если вы пробовали, какой полмолив шампунь вам понравился. Следующий, на мое удивление, был хороший шампунь, шаума, вот такой вот. Он детокс матче шампунь с чаем матче, с соевым молочком, глубокое очищение, свежесть у корней. Для волос жирных у корней и сухих кончиков. Правда, порадовала, очень понравилась. Когда-то я давно брала, мне не понравилась шаума, и я от нее отошла. Думаю, ладно, там еще шансы их попробовать. Может быть, будет работать. Правда, хорошо промывает волосы. После этого шампуни даже меньше жирнятся. Мыть голову, вы знаете, надо два раза, если у вас очень жирнится кожа. Первый раз вы промываете корни, а второй раз уже полностью. И маску вы на корни не наносите. Вы вот так ее наносите, держите там 5-10 минут, в зависимости, бальзам или что у вас. Вот. 380 мл тоже покупала вообще за 100 рублей. Приятный аромат, хорошо пенится. Классно. Я, возможно, вернусь к шауме. Вот. Пишите, какой у вас любимый шаум. Шампунь тоже интересный. Какая серия. Далее. Закончился вот такой гель для душа. Из светофора он часто сейчас бывает. Он 100 рублей, 500 мл. Ухаживающий крем-гель для душа. Аромат миндаля. Очень сладкий, приятный. Гель немножко напоминает такое нежное, легкое молочко. Вот. Ну, мне показалось он очень сладким, приторным. И я его уже использовала как пена для ванны. О, пенится прекрасно. Вот. Так что сладкий и слишком аромат и приторный это не для меня. Именно гель для душа. Вот. Делает тоже шваскоп. Далее. Закончился у мамы гель для душа Ари Флейм. Это вот в этом году новая серия. С грейпфрутом, мандарином такой вот. А душка классная. Классная. Колпачок в этом плане. Дозатор. Здесь у нас 250 мл. Но сейчас цены выросли в Ари Флейм. Даже со скидкой они там, не знаю, 200-300 рублей. Вот. Я попробовала ради интереса один раз. Пользовалась мамой. Ну, знаете, честно. Не знаю. Мне кажется, вот которая предыдущая у них серия гель для души была более как-то интереснее. Дисковеры. Более насыщенный запах. Более само по себе текстура геля. А этот немножко, не знаю, мне не впечатлил. Как бы среднее впечатление. Есть круче гель для души. Я это знаю. Я просто не буду называть эту марку. Все догадались. Какие круче гель для души. Их конкурентов. Вот. Ну, не знаю. Не впечатлил. Вот. А душка приятная. Да. Все. У них огромный выбор. Если хотите, я могу сказать артикл. 39 426. Сейчас они тоже в этом каталоге есть. Так, закончился женский парфюмирный дезодорант. Арифлейм. Цветочный такой. Тут лилия. 50 мл. Отличный шариковый дезодорант. Приятная душка. Защищает от пота. Мне понравилось. Я люблю парфюмирные. Сейчас они тоже есть в Арифлейм. Но 200 с чем-то рублей. Даже если вы представитель со скидкой. Дезодоранты сами знаете. Сейчас они везде выросли. Вот. Мне понравилось. Но. Если его брать на жару. Нет. Не подойдет. Слабоват будет. Вот. Но если у вас не сильно. То можете спокойно брать. Очень понравилось. У них там несколько видов. Давайте я скажу артикул. Если кому интересно. 41,542. Далее. Закончилась у мамы вот такая краска. Мы покупали ее в улыбке радуги. Она бюджетная. То есть чем-то рублей. Или до 200. Эдели. Сияние цвета. Интенсивная маска с коллагеном, кератином. Сохранение цвета. Восстановление гидробаланса. Питание, увлажнение для окрашенных волос. 200 мл. Изготовитель Греция. Импортер. У нее приятная такая одушка у маски. Сама по себе она не... Ну тут сейчас остатки есть. Сама по себе она не слишком густая. Средней консистенции. После нее волосы легко расчесываются. Увлажненные, напитанные. Красивые, здоровые. Так что отличная маска. Могу рекомендовать. Берите спокойно. Только может быть неудобно дозатор. Вот в этом плане. Может быть. Не знаю. Кому как удобно. Кому-то в баночке удобно. Кому-то так. У всех по-разному. Далее. Закончился. Арифлейм. Вот такой тоник. Я не знаю. Сейчас у них новая серия. Там что-то вышло. И гели. Вот. Это с алоэ с кокосом. Я ее вообще брала за 150. Сейчас она может быть 300 с чем-то. Так. Артикул. 34820. Она очень мягкая. Деликатная. А этот тоник. Вам будет непривычно в том плане, что когда вы наносите на лице, она начинает как-то пениться. Вот так ты ее наносишь. Этот тоник. Начинает пениться. Потом впитывается. Ну, немножечко. Может оставлять чуть-чуть липкость. Но потом это проходит липкость. Вот. И именно я использовала его вот в зимний период. И в февраль, вот март. Вот в такую погоду. Очень хорошо. Здесь алоэ вера. Прекрасный натуральный состав. Никаких претензий. Вот. Возможно бы повторила. Но прям вау. Эффекта, конечно, нет. Но необычно. Потому что сколько я таких тоников пробовала, это более деликатная для вашей кожи. Если она слишком раздраженная, сухая. Так что присмотритесь. Ну, уберите, когда со скидкой. Я прошу прощения. Может, уже аллергия прошу прощения. Вот. Так что посмотрим, что дальше будет с ценами в Reflame. Но пока я заказывать не буду. Но я выкладываю в сообщество, что там можно, там можно что заказать. Но мало. Далее. Закончилась мицеллярная вода. Вот такая. Сейчас она тоже продается. Бывает еще в красном или в розовом цвете. Био. Вот такая соната. Био. Джея. Увлажняющая мицеллярная вода. Быстро и бережно ощущает лицо, глаза, губы. Сохраняет липидный баллаз. Успокаивает, увлажняет. Обычная мицеллярная бюджетная вода. Которая не раздражает. Хорошо снимает макияж. Не оставляет сильной липкости, сухости, стянутости. С первого раза смывает. Не мылится. И увлажняет вашу кожу. Но тут 400 мл. Приводит кожу к накоплению влаги. Удержанию ее. Даже снимает водостойкий макияж. Как бюджетный вариант присмотрите. Брала в Ашане. Так я не знаю. Вроде делает. Россия. Но это не такая вода, знаете, как Лореаль, там, Гарьер. Нет, она, конечно, не сравнится. Это попроще. Закончился. Но это я заказывала, когда еще Эйвен не покупала. Не делал заказ. Валберес. Там бывает Эйвен. Родниковая вода. Чистотел. Тоник для лица. 100 мл. Хорошо тонизирует кожу. Увлажняет ее. Нет сухости, нет легкости. Кожа после нее гладкая, чистая. И можно наносить крем или уже подготовка к макияжу. 100 мл. Понравился. Увлажняет, тонизирует. И естественный баланс. Честно. Эйвен пока косметика меня радует. Далее. Закончилась. Новосвит. Вот такая пилинг, скатка. Я обязательно ее повторю. Брала на Валберес. Потом я увидела в Ашине вообще за 80 рублей. На Валберес за 150 брала. Здесь у нас гиалуроновая кислота. Сианамид. Витамин С. Очищает поры кожи от загрязнения. Улучшает цвет лица. Подойдет для жирной комбинированной кожи. Я бы так сказала. После того, как вы сняли макияж, мицеллярной водой вы можете умыться гидрофильным маслом или гелем. И потом вот эту Новосвит нанести пилинг, скатку. Она вот так скатывается, хорошо очищает. Меня она спасала, потому что когда обветрилась кожа, прям сухость сильная. Сам по себе он прозрачный. И вот такие микрочастицы. И сейчас я таким из этой серии пользуюсь тоником. Мне тоже нравится. Так что присмотритесь. Если у вас какая-то марка косметики подорожала, Новосвит, пожалуйста, белорусская косметика, Невская косметика, совсем бюджетная. Чистой линии пока осталось. Мне очень понравилось. Деликатно очищает. От загрязнения выравнивает тон кожи. Улучшает цвет лица. Его можно даже применять до, как вы проснулись, очищения лица. Если зависит, в каком состоянии у вас кожа. Классная вещь. Так. Прошел срок годности. Это Гималайя. Отшелушивающая машка с миндалем и огурцом. Для сипов типа кожи. Она именно пленкой. Есть такое мнение, что пленка растягивает лицо. Но не знаю. Вот. Выравнивает мелкие несовершенненно. Стонизирует. Омолаживает зеленого цвета. Тяжело. Нет. Сейчас я не знаю. Но она такая вот. Не зеленого, а такая вот светло-бежевая. И снимаете ее пленкой. Гималайя тоже никто не от меня. Очень хорошая косметика. У меня есть отдельное видео. Можете найти на канале. Но оставлю ссылочку. Забыла про нее. Что-то лежало. Ну не знаю. Огурец. Миндаль здесь. Ананас. Эмблика. Вот. Охлаждающие действия. Удаляет загрязнение от межшей клетки. Подтягивает кожу. Ну не знаю. Пришел срок годности. Выкидываю. Далее закончился у мамы вот такой бюджетный крем. Fixed Price. Я взяла на пробу, мне не подошел. Это натуральный цвет. 80 рублей он стоит. Лифтинг эффект. Идеальный тон. Экспрят увлажнение. Вот такой. 50 мл. Сильно он не перекрывает. Самый легенький. Бюджетный. Если у вас нет проблем с кожей. Можете спокойно его покупать. Наносить. Вот. Если вам надо какие-то покраснения. Я не знаю. Несовершенство кожи. Он легкий вообще. Так что в бюджетной косметике много вариантов. Вот. Но сильно он не перекрывает и может забить поры. И подчеркнуть шелушение. Это я сразу говорю. А здесь функциональное средство. Моментально придает коже ровный матовый тон. Так что понимаем, что для жирно-комбинированной кожи. А гиалуроновая кислота. Витамин Е. Увлажняет. Омолаживает. Экстракт сенцелла азиатской. Противоиспалительное действие. Способствует генерацию клеток. Стимулирует выработку обновления коллагеновых волокон. Вот. Маме в самый раз. Она его долго использовала. Подошел. Следующее. Закончился консилер. Крутой. Сразу говорю. Арифлэм. Сейчас он со скидкой 239 рублей. Заказывайте. До 15 мая. Вот. Так. Натуральный беж. 39,914. Мы не первый раз берем. Но в этот раз мы не заказываем. Потому что не набирается заказ. Доставка у них. Если постаматься, то 79 рублей. Очень классное перекрытие. Классное качество. Присмотритесь. Так. Следующая. Ну. Я уже буду ее выкидывать. Сейчас ей допользуюсь. У меня есть отдельное видеообзор на эту тушь. Тоже оставлю. Вот такая щеточка. Это Арифлэм. Удлинение. Разделение. Объем. Она постоянно через 3-4-5 дней пытается подсохнуть. Я добавляю. Чтоб тушь вам долго прослужила и не сохла. Добавляйте обычные глазные капли. Или в горячей воде. Вот там 10-5 минут. Разные фишки есть. Так. Артикул вам сказать. Да. Не скажу. Ну. Видео ссылку оставлю. Я не скажу. Она и сейчас есть со скидкой 400 рублей. Я ее брала вообще за 300. Не помню. Или за маскара. Ну. Вы поняли. Вот такая тушь. Нет. Она может удлинять. Она может разделять. Удобная кисточка. Но бывает подсыхает. Осыпается. Я не знаю. И быстро высыхает. И надо мне кажется немножко поработать. На составе. Ну тушь. Она быстро высыхает. Начинает иногда ложиться слоями. Я не знаю. Как-то вот формула самой туши не очень хорошая. Кисточка. Все. Не знаю. У меня такое вот впечатление. Сначала была я вау по впечатлениям. А сейчас. Нет. Она меня разочаровала. Ну честно. Вот они даже начались ей накрашены. Ну нет. Первое время ты пользуешься. Две недели. А потом она начинает поцыхать. Оцепаться. Ложиться слоями. Сама тушь. Качество не очень хорошее. Так что я не могу сказать. Так. Закончилась пудра Vivienne Sabo. Долго она мне служила. Покупала. Сейчас я не знаю. Продается она или нет. Ну вот уже. Остатки. Мне неудобно таким пользоваться. Зеркальце. Все такое. Я вам скажу сейчас. Vivienne Sabo. Jossie Secret. Вот. 450-500 рублей. Вашаня. Но у них сейчас обновленная версия. Я не знаю. Где сейчас ее искать. Эту пудру. Если найду. Оставлю ссылку. Она стоит даже 450-500. Хорошо маскирует. Прям вообще тушь огонь. И хватило мне ее. Я начала пользоваться в октябре. Вот закончила в апреле. У меня первый раз так долго. Пудра держится. Обычно. Ну месяц, два, три. А тут почти считайте. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Больше даже полгода. Хоть пользовалась несколько раз. И она хорошо убирает жирный блеск. Не забивается поры. Я наносила кисточкам, спонжам. Она сама по себе очень классная. Так что присмотритесь к пудрам Vivienne Sabo. Классная. Помада у них классная. Блески. У них много нового, что вышло. И аромата никакой такой одушки нет. И спонжи. Все есть. Круче там даже и Maybelline. Очень понравилась. Я запомню ее. Если что, тоже повторю. И она мелкого. Амола, я имею ввиду. Мелкая. Бывает крупная пудра. Как, например, Maybelline. Нет. Здесь она мелкая. Очень классно ложится. Огонь. Так. Закончились вот такие для снятия макияжа. Можно на дачу с собой. Или на работу что-то вот там снять. Тут содержится мицеллярная вода. Витамин А, Е. Для всех типов кожи. Снимает стойкий макияж. Иногда использую их. И на дачу тоже. Удобно. Чтобы не таскать с собой мицелляр-клот с салфетками. Идеально. Кто-то берет в фикс-прайсе. Есть такие салфетки. Но она такая одна крупная салфетка. Здесь всего 10 штук. И одну салфетку можно весь макияж снять. Классная. Так. Пропила курс спирулина. Я всегда пью 2 раза в год. Вот. Потому что это для женского организма. Для кожи. Для волос, пактей и так далее. Если вы посмотрите, обязательно надо пить омегу-3 и спирулина. Ну, это делала лично. Каждое. Далее. Вот такой использовала шампунь. Вот то, что мне Аня давала остатки. Он черный риск. Без сульфатов, парабенов. Классная душка. Он хорошо увлажняет. Гладкость, эластичность. Восстанавливает сухие волосы. Вот. Олин. Если вы хотите более, чуть-чуть, вторую же серию, покупайте. Только читайте отзывы обязательно. Олин косметику. Есть магнит косметик. Просто она не бюджетная. Там один шампунь 500 рублей. Спрей 500 рублей. Далее. Закончилась вот такая масочка. Комплимент. Часто они продаются в Ашане по 25-30 рублей. Бывают и магнит косметик. Маска с зеленой глиной. Глубоко очищающая. Вот. Мне ее хватило на 2 раза. Подойдет для нормальной, комбинированной и жирной проблемной кожи. Матирует, сужает поры. Если вы видите, что у вас кожа забита, ее надо почистить, привести. Ну, чтобы совершенный вид лица был. Не забитая до такой степени пора. Вот. Рекомендую. Классно. После нее кожа более чистая, матовая, меньше выделяет секреции сальных желез и снижает раздражение. И укрепляет способ поддержания здоровья и красоты кожи. Комплимент. Тоже хорошая марка. Особенно сыворотки сейчас пользуются. Очень нравится. Тоже будет, пожалуйста, бюджетный вариант. Далее. Закончилась вот такая маска. Календула. Я не знаю. За 50 рублей я брала. Я ее использовала, когда кожа была в воспалении, всякие высыпания, раздражения от ветра. Вот. Календула здесь содержится. Рекало нормальное было. Хорошая пропитка. Это смягчающая фитомаска. Уменьшает раздражение, покраснение. Восстанавливает кожу после пребывания на солнце. Также оказывает противовоспалительное действие. Алоэ. Пантенол. Кожу влагой. Эластичность устраняет различные несовершенства. Вот даже, например, сейчас у нас. 20 метров в секунду. Холодная весна в этом году. Отопление. Будет, наверное, весьма и работать. Сухость, кожа. Даже вот если целый день я на даче побуду, у меня на следующий день вот такое шелушение. Вот эта маска просто спасает. Вечером делаешь. И все. Очень еще понравилась вот такая масочка авокадо. Тоже хорошее лекало. Увлажняет, питает кожу. Борясь со шелушениями. Помогает защищать кожу от стрессов. Здороваюсь я еще. Классная. Отдушка. Обалденно. Следующая. Алоэ. Вот такая масочка. Очень много пропитки. Она более тонкая. Увлажняет, освежает и успокаивающий эффект. Они немножко чем-то похожи. Но тканевые маски я люблю. Далее. Вот такая ночная маска. Дизао. Они сейчас по 100 рублей, эти масочки. Она более лифтинговая. Здесь содержатся пектиды. И она вот здесь вот так вот идет. Для шеи, для декольте. Вот такая маска. Хорошо пропитанная, но немножко лекала была растянутая. Может быть из-за того, что долго маска лежала, неправильно хранилась. Не знаю. Вот. Но она более омолаживающая. Вот. Держать ее 15 минут, потом смыть водой. Разглаживает мимические морщины, гиалуронка, ну и так далее. Вот. Более такая возрастная масочка. Далее. Закончилась вот такая масочка с маточным молочком. От сухости, от шелушения. Но я прям не могу сказать, что от этой маски я в восторге. Есть намного лучше эти маски. Так. И закончилась. Ну, может, один на один раз еще осталось. Маска для лица. Увлажнение, омоложение кожи. Комплимент. Вот такая вот двойная. Она 50 рублей стоила. Сама она по себе сейчас вспомню. Такая вот крема кокосовая, такоеобразная. Вы наносите, и потом остатки смыть теплой водой. Использовать один-два раза в неделю я использовала на ночь. Кокос и чия. Влагой, витаминами, витамин Е, чия, защитными свойствами, злаковыми. Повышает эластичность кожи, улучшает тон. Вот бюджетные масочки, пожалуйста. Комплимент. Так что вот такие были пустые баночки бюджетной косметики за апрель месяц. Спасибо, что смотрите. Поддерживайте меня. Пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал, на яндекс.зем, на ютуб. Ставите лайки. Делала заказ Avon. В конце недели, надеюсь, выйдет. Но небольшой. Все для представителей по фокусу, я бы сказала. Так что все. Давайте на этой хорошей ноте будем прощаться. Всех пока. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.